Как многие люди говорят, а зачем мне поститься? У меня есть такая-то диета, я по ней двигаюсь, и все. Пост Мейстер Манад – это не диета. Это не диета. То есть, как некоторые думают, что поститься Мейстер Манадад, вот сколько мы общаемся, на разные лекции ездим, общаемся. И думают люди, многие, что пост для того, чтобы похудеть. Некоторые думают, что пост для того, чтобы поправиться, маленько скину, сейчас все четко, 5-6 килограмм скину, нормально, давай буду поститься, и все, прошел бы. Нет, не в этом, не для этого Аллаха предписал. Для того, чтобы… Это не диета. Да, это хорошо, это для организма. Аль-Хамдал, чайщица наша, аль-Хамдал, кишечник и так далее, лёгкость появляется, кто знает, кто в посте, да? То есть, такая миг и такое наслаждение есть. То есть, когда ты постишься такое, даже не хочешь, чтобы он еще длился. Как говорят, говорили сахабы, если знали, какая милость скрыта в месяц Рамадан, вы бы хотели, чтобы он весь год продолжался, чтобы не заканчивался. Но нет, не для этого основная причина, для чего Аллах нам повелел поститься. Не для того, чтобы похудеть. Для того, чтобы прочувствовать вот этот голод, чтобы вот этот голод прочувствовать слабость перед Богом. Нет, не для этого. Для того, чтобы почувствовать жажду – нет, не для этого. Всевышний Аллах не хочет насилия. Всевышний Аллах дальше говорит, Юриду Аллаху бекуму аль-юср, вала юриду бекуму аль-уср. Аллах хочет для вас обречения, Аллах не хочет для вас утруднений, усложнений. Поэтому дальше в аятах Всевышний Аллах говорит, тот, кто в путешествии, поехал в путь, в дорогу, он может разговление сделать, может не поститься, в другие дни продержать. Тот, кто болен, и он боится, и сейчас будет болеть, и его болезнь дальше будет прогрессировать. Или если он будет, например, поститься, ему нужно принимать лекарства, у кого-то хроническая болезнь, например, сахарный диабет, другие там есть болезни и так далее, «Нельзя ему поститься», противопоказано, и он говорит, «Нет, я все равно буду поститься». «Нет, ему нельзя поститься, даже запрещено ему поститься». Всевышний Аллах говорит, тот, кто из вас болен или в пути, то пусть не поститься, если сможешь другие дни, когда покороче дни будут, когда выздоровец, может пропаститься. Есть хронические болезни, когда вообще он никогда не поститься, он просто, если у него есть возможность, выплачивать садакам милостыню. Беременная женщина, она не постится, кормящая мама она не постится пожилые люди которым тяжело поститься они освобождаются от поста то есть мы отсюда понимаем уже братья и сестры все лежали нам не сделаем какой-то уст усложнение утруднение в жизни чтобы отмечать прочувствовать это нет а для чего на на ком так он может быть вы станете более богобоязнен и может быть вы станете набожней вот это суть почти поста и всевышний аллах посмотрите он сказал не сказал и на каком-то так у нет не сказал понисти не вы будете богобоязн嘛 la also может быть да может быть нет кто-то будет богобоязн на кто-то нет в чем именно вот эти ключевые вот это так скажем понимание кто сможет быть богобоязнена кто сможет быть богобоязнime зависит от чего от того как человек провел этот пост как он провел этот месяц рамадан как он себя то есть почувствовал значимость этого рамадана как он отнесся к чтению курана в этот месяц как он отнесся к посту как он отнесся к милости как он от не то есть так скажем рамадан это тоже некая такая площадка это школа это университет это институт это кафедра в которой мы обучаемся которым мы воспитываемся и после него выходим на протяжении всей своей жизни несем дух рамадана до следующего рамадана это не то что в рамадане мы такие после рамадана мы не другие и например мы мечети машина такие все хорошие а на улице мы ведем себя как хочу там и так далее там нет мы отбили там религия это взаимное отношение как сказал порог мухаммад саллаху алейкум ассалям вот этот вот то что богобоязнь с которой мы с вами получаем в рамадане то есть еще раз хотелось повторить месяц рамадан это некая как площадка месяц рамадан это не то что всевышний аллах сказал нам вы будете в рамадане богобоязненными а потом закончится рамадан вы дальше уже все богобоязнь оставлять нет это воспитание себя в месяц рамадан стать более приближе ко всевышним будет стать более мягким более добрым более лучшим и так далее поэтому даже как сказал сказал же пророк мухаммад саллаху алейкум ассалям ман лам ядааа кауля зуру ван амеля бихи фалайся лиллэхи хаджа мин ан ядааа таана аушарада если во время рамадана даже если во время рамадана человек не смог оставить в коронословии обман ложь то нету у всевышнего нужды чтобы он оставил еду или питье ради него то есть рамадан уважаемые братья это ассуян имсяк это воздержание воздержание от еды воздержание от питья воздержание от супружеской близости и также воздержание себя еще больше от гнева еще больше себя должен воспитывать то есть например тебе кто-то разозлил и так далее даже где-то там подрезан на дороге там не ругаться и так далее вот хочется что-то высказать не рамадан и не сами я почусь я знаю сейчас себя буду там гневится буду что-то плохо говорить какие-то плохие слова будут вылетать из моего уст из моих уст то в этот момент что что награда за пост будет меньше и ты себя воспитываешь и потом уже как заканчивается месяц рамадан ты на протяжении всей своей жизни это проносишься не то что в рамадане ты был таким опрос рамадан и стал хуже не ты должен быть лучше поэтому ученые говорят даряну кабула нам именно доказательства то что всевышний аллах принял действие например просто месяц рамадан там паломничество в мекку и так далее есть то что если он после этого действия стану лучше чем он был то есть если каждый за сможет прочувствовать просто рамадан я стал более добрым по отношению были внимательно по отношению к своей семье по отношению к своим родителям к своим друзьям близким коллегам от меня искали все добро в молитве альхамдулла намаз данные заражен можно как-то мне тяжелее было читать сейчас я легче читаю легко мне отдается молитва альхамдулла то есть улыбка и раньше ходил грустным таким тогда сейчас я начал улыбаться альхамдулла там более щедро встал зная мой брат заново стра значит аллах принял твой пост все твое поклонение поэтому спала даже мы когда каждый год ездим на хач у меня группа была по 250 по 300 человек со мной езжет на на хач некоторые возвращаются после отжим что изменился в чем-то там спрашиваю ваш родственник да да изменился в чем чуть-чуть загорел в саудах жарко чуть загорел и насморк у него после кондиционеров больше ни в чем не изменился а кто тогда кто-то изменился маршал стал лучше в молитву практике в молитве в намазе в своих благезьянях и так далее поэтому сути рамадана она альхамдулла заключается в том чтобы у нас на хамдулла стали лучше